Кристофер Уэлдон, хореограф из «Цитадели Баланчина», был артистом New York City Ballot и ставил там. Баланчин 21 века, даже такое о нем можно прочесть или услышать, а также похвалы ему за то, что именно он вернул западному миру веру во всемогущество классического танца. Большой театр эту веру никогда не терял, потому, видимо, и Уэлдона приветствует от всей души и сотрудничает с ним с охотой, принимая его все-таки именно как британского мастера. Английский драматург, английский хореограф, композитор и сценограф рассказали нам абсолютно средиземноморскую историю с соответствующими красками, соответствующими танциями, но везде сказано, что это типично английский спектакль. Но почему? Только потому, что его сделали англичане? Да, именно поэтому. Но я думаю, еще и потому, что искусство рассказывать истории через танец, вот это действительно чисто английская традиция в мировой истории танца. Вся наша школа на этом основана. Я учился в Королевской балетной академии, где все педагоги — это большие мастера, рассказывают истории через движение. В этом спектакле очень много вещей, которые отвлекают от того, что этот спектакль английский. Я, например, заметил, что ваш король Сицилии, Леонт, очень похож на Петрушку. В первом акте особенно. Вот если бы Петрушка стал королем, но он остался нервным и хрупким, у него такие ломанные движения, он гнется под тяжестью ревности. Мне даже показалось, что вы учитывали какую-то русскую балетную традицию. Или не учитывали? Нет, я, конечно, основывался на британской танцевальной традиции. Но дело в том, что для моей хореографии характерны ясные графичные движения. Их действительно можно сравнить с хореографией Фокина. Я не сравнивал танец Леонта с танцем Петрушки. Но теперь, когда вы это сказали, я понимаю. Да, точно, эти ломанные движения напоминают русского Петрушку. Хотя в действительности я опирался на шекспировский текст. Искал в нем подсказки к графическому языку. В тексте Шекспира есть фраза Леонта про паука в винной чаше. Вот, паук – это ревность, которая пожирает Леонта. И это ключ к тому самому движению, которое вы так точно описали. Вы как-то назвали русский балет более атлетическим, чем все прочие. Не могли бы вы уточнить, что вы имели в виду? Я имею в виду, в первую очередь, широту движений. Это даже не всегда эмоциональность в танце. Это именно использование всей мускулатуры. Русские танцоры как бы пожирают пространство. Мне кажется, когда русские танцовщики выходят на сцену, они ничего не скрывают, они не сдерживают себя. Они танцуют щедро. Очень много в спектакле сцен, подобных тем, которые в опере, исполняет хор. У вас такой балетный хор. Очень похоже на наш ансамбль танца имени Игоря Моисеева. Вы что, очень любите, когда на сцене много-много танцоров? Да, пожалуй. И это повлияло на выбор для постановки именно «Зимней сказки». Я обратил внимание на то, что это произведение дает особые возможности для использования большого количества танцовщиков. И у нас кардебалет блистает, а не просто украшает пространство сцены. И действительно, в нескольких эпизодах балета присутствует стилистика народного танца, причем сочетаются разные типы – и азиатский, и славянский, и английский. Ваш композитор Джоап Телбот чувствуется, что он много работал для кино. Некоторые эпизоды спектакля воспринимаются совершенно как саундтрек к фильму по произведениям Толкиена, «Властелин колец» или что-то вроде того. Что вас так увлекает в музыке Телбота? Телбот – мастер рассказывать истории с помощью музыки. Это то, что мне нужно. Он может сочинить музыку и для конкретного персонажа, и для того, чтобы создать определенную атмосферу. Он мастерски создает ритмические ландшафты. Его, кстати, восхищает великая традиция балетной музыки Чайковского и Прокофьева. Вы уже наверняка составили какой-то план своих постановок на будущее. Среди них есть русский балет. Я пришел к вам на беседу после встречи здесь, в Большом. Буквально сейчас мы ведем переговоры о новой постановке в ближайшие пару лет. Конкретных дат пока нет. А какой материал? Какой спектакль? Чье произведение? Об этом говорить еще рано. Мы только еще начали размышлять над этой постановкой. Я вернусь домой и начну думать над идеей спектакля. Подозреваю, что это будет еще один балет повествования. Может быть, русский. Может, да. А может, еще одна английская история. Спасибо. 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 Спасибо.